всем привет я сегодня хочу приготовить оладьи у меня на канале много рецептов оладьев есть без яиц есть на дрожжах в общем с манной крупой все вкусные пышные хотите смотрите сегодня буду готовить оладушки на сыворотке но если сыворотки нет можно заменить кефиром они получатся тоже так 2 яйца что ли взять возьму 2 чайная ложечка соли ванилина сразу добавлю можно без ванилина если нету сахара знаете наверно 3 столовые ложки вот так раз два три сыворотка 500 граммов сыворотка это у меня от чего от сметаны когда торт делаю я отстаиваю сметану и от кефира замороженного тоже кефир замораживают творожок делаю либо использую творожок для крема в торты здорово или просто даже вот этот творожок с сахаром его намешиваешь и ешь он вкусный какой-то творожки в магазине кто вот не делал такие попробуйте с кефиром не рецептик есть просто заморозка кефира потом на ночь размораживаю под грузом и все получается супер сыворотка я подогрела она тепленькая причем она у меня была замороженная хочется ее использовать вот решила наладить мука 450 граммов взяла пока в такую пеночку взбила яйца чтобы соль с сахаром растворились нужно взбить миксером блендером а я венчиком чтобы не собирать не разбирать быстро на ладушки можно и так теперь вливаю теплую сыворотку если у вас нету сыворотки можно кефир использовать перемешиваю я думаю что сахара будет достаточно я не хочу слишком сладкие ну и пресные не хочу попробую пальчиком на мой вкус нормальный конечно еще мука вкус разбавит и у венчик убираю теперь буду добавлять муку мука у меня просеянная уже не всю сразу частями лопаткой перемешивать до однородности на сыворотке тоже получается очень хорошо и пышные я на сыворотке готовила вергуны мягкие они такие нежные нежные получаются и пышные рецепт есть кому надо смотрите комочки разбиваются очень легко тесто готово я добавила еще 50 граммов муки то есть 500 граммов муки в общей сложности смотрите вот такое она густоты получается но если вам лень разбивать комочки лопаткой включайте миксер тесто оставляю минут на 20 на столе за это время мука еще сильнее разбухнет она чуточку станет гуще мы вообще когда тесто постоит любое да хоть на блины и хоть на оладьи хоть еще какое-то там хоть на пельмени она становится лучше по консистенции ничем не закрывая просто стоит на столе тесто отдохнула 15 минут она чуть гуще стало смотрите уже с лопатки вот так падает медленнее теперь что делаю добавляю пищевую соду чайную ложку перемешиваю с содой 35 минут чтобы с содой постояла пусть немножечко она активируется сода в кислой среде даже перемешиваю пузыри пошли тем временем налью в сковороду масло подсолнечное и разогрею я прям с содой вот так это вот хорошо хорошо погулять пузыречки лопаются а класть на сковородку будем оладушки вот так все сразу не войдет воздух уберем немножко заморочимся хочу попробовать так ложки конечно быстрее но через мешочек они должны получиться красивенькие ровные как игрушечки попробуем даже интересно идея не моя даже не знаю как уголок разрезать или не сильно немножечко обрежу ой уже тесто полезно хе-хе-хе короче надо руку помыть пока туда-сюда смотрите они уже поджарились получаются красивые ровные кумбочку надо сдвинуть жарится прямо в момент но огонь меренный нормальный принципе быстро приспособиться чтобы немножечко так но удобнее конечно переворачивать вилкой мне и когда переворачиваешь на вторую сторону видите они надуваются разбухают и становятся очень пышные как розочки сверху так готова это еще жарится это тоже готова это переворачиваем потеряла отверстие на мешочке да уж круто нормально так мешок переворачиваешь и тесто потом уже не капает по началу до до кран и 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 ведь это уже у меня вторая партия пошла другой мешочек взяла потому что тот закончился неудобно тут было складывать новенький да уже очень быстро и ловко получается на 2 мешочка сейчас вот этот просто мешочек положу в тарелочку так что тесто не вытекала и все смотрите сколько уже нажарила целую тарелку получается красивые остатки теста видите как я кладу здесь вот отрезано отверстие ничего не вытекает все нормально потом когда надо так мешочек сгоняю все удобно а то первый раз а как-то раз она потекло смотрите какие они получаются как розочки это вот я когда из мешочка выдавливаю спиралькой накручивая вот так у него не обжариваются а если не спиралька просто так они немножечко как ровненькие не видно вот этот рисунок при необходимости можно масло подливать я чуть-чуть подливала смотрите сколько много оладушек получилось две большие тарелки и все они такие цветочек видите одинаковый и они не опадают держит форму оладушки готова села по лакомиться ими они уже остыли посмотрите какие пышные холодные теперь разломлю и все в цветочек с этой стороны с этой стороны они какие-то больше поджаренные какие-то меньше но все они очень вкусные и пропеченные разламываем смотрите внутри какие вот такие мягенькие пышные и по вкусу знаете они похожи больше на пышечки чем на оладушки на сладость самый раз чувствуется сладость но не переслащенная вот так вкуснотища так что пробуйте готовьте всем самого доброго здоровья крепкого пока такие оладушки очень хорошо есть со сметаной дополнительной сладости к ним не требуются они очень вкусные мягкие нежные и сладкие если пышечки остаются на второй день на третий день я складываю в полиэтиленовый мешок храню в холодильнике потом разогреваю микроволновки буквально 10 секунд чтобы стали чуть-чуть тепленькими они еще больше размягчаются и становится даже вкуснее чему только что вы пожарили мягкие мягкие видите они вот у меня вот это вот третий день уже лежали в холодильнике и полностью вот такие пышные пышечки я даже пышечки их назвала оладушки подогретая чуть-чуть посмотрите какие они тепленькая слегка еще мягче вкуснее становится ну потому что из этого количества получается очень много за раз не съедается я еще и у меня и торт был поэтому так а так обычно такое количество ну на два дня хватает это значит вот и вот вот